В агрофирме «Победа» Каневского района работа кипит полным ходом. Аграрий готовится к посевной. Подготавливают почву и проверяют технику. За последние несколько лет на этом предприятии сельхозмашины обновили практически полностью. Трактора, осеялки, дисковые культиваторы – все новое и импортное. Всего в парке хозяйства около 300 машин. На таких и работать комфортно, говорит механизатор Анатолий Зеленский. Современные тракторы позволяют качественно подготовить почву и сократить время работы в поле. Раньше работал на К-701, теперь на Нью-Холланде. Нью-Холланд, естественно, трактор получше, покомфортабельнее. Естественно, условия труда лучше. То есть, кондиционер и шума нет такого. В общем, удобно. Посмотреть, как готовится район к севу, приехал губернатор Александр Ткачев. С первых же минут директор сельхозпредприятия Виктор Тормашев докладывает, 20 сентября начнется сев озимых пшеницы и очменя. Уложиться нужно в 15 дней и засеять более 9 тысяч гектаров. Малейшее промедление может сказаться на качестве урожая. Семена всей кубанской селекции, сортовой состав состоит в основном из урожайных сортов. У нас, кстати, не хватает и науки, наверное, мы и подзабыли, и просто бросили это одно время. Это, конечно, все семена свеклы, я имею в виду семена кукурузы, подсолнечник. К сожалению, более 50% до импорта. И надо, конечно, возвращать с учетом и санкции. Селек, все зимой пшеницы, у нас все на уровне. Это были базовые вещи. На импровизированной выставке достижений народного хозяйства прямо перед Домом культуры главе региона показывают местные помидоры, картофель, выращенных здесь же в станице ута, куриц и кроликов. По словам фермеров, эта продукция не то, что не хуже западной, а лучшее, все натуральное. Выращенная без вредных пестицидов и примесей. Сейчас, отмечают владельцы личных подсобных хозяйств, они уже почувствовали положительный эффект от санкций. Есть какие-то краевые дотации? Да, субсидию за бычков, да, вот буквально на днях субсидию получили. В прошлом году сдавал, на гусят дают, на гусенка, на маленькую. Помогает это? Помогает, конечно. Единственное, хотелось бы, чтобы закупка немножко выше была. Основной темой на краевом совещании по развитию сельского хозяйства, где собрались больше 700 человек, стала предпосевная пора. Сейчас Кубанский аграрий готовится засеять поля озимыми пшеницей и ячменем. Под них отданы около 2 миллионов гектаров. Это фундамент, на котором будет строиться будущий урожай. Здесь важно все, и подготовка почвы, и вдумчивая сортовая политика, готовность техники. Работать по старинке, сеять с руки, как наши деды, сейчас уже нельзя, подчеркнул Александр Ткачев. В приоритете развитие новых технологий в сельском хозяйстве. И поддерживать край будет тех, кто готов к новациям. Конечно, мы будем только закладывать новые интенсивные технологии. Вот на эти технологии мы будем тратить и федеральные средства, и краевые. В этом году эта сумма будет 100 миллионов, в следующий год уже 500 миллионов и так далее по нарастающей. Мы будем изыскивать возможности, я вас уверяю. Агрария, мы будем помогать. Просто тот шанс, если мы не удвоим производство всего, мы потеряем. Тогда, так сказать, красиво кормят другие. Но мы не можем этого позволить. Аграрный сектор должен доминировать. Мы на этом должны, так сказать, развивать экономику и улучшать качество жизни людей. Одна из главных проблем кубанских аграриев, которую подняли на совещании, малый процент использования отечественной селекции. Если пшеница – это почти все сорта, которые вывели у нас на Кубани, то остальные культуры таким похвастать не могут. Почти весь материал, которым засевают поля, наши аграрии покупают за границей. Также рынок овощей заполнен в основном семенами иностранного производства. И кубанские аграрии их охотно покупают. Хотя они порой на порядок дороже и не так приспособлены к нашим климатическим условиям. К примеру, подсолнечник иностранной селекции занимает 75% от всех посевов. Свекла практически вся импортная. Больше половины кукурузы, которые засевают наши поля, также закупают на Западе. Семеноводческой отрасли края необходима перезагрузка, уверены специалисты. Вот вам историческая статистика. 90-й год ни одного импортного гибрида на территории края не было. Край получил 24,9 центра с каждого гектара семян посолочка. В этом году 25,1 центра с каждого гектара. Зачем мы сами себя обманываем? Зачем мы пиарим не то, что надо? Пример по кукурузе на зерно. ОПХ рассвет. Убирают сегодня импортная кукуруза где-то порядка 100 центнеров с гектара. Урожайность выше нашей кукурузы ровно на 30 центнеров. Нетрудно посчитать сегодня деньги в денежном выражении. А есть ли вообще целесообразность закупки такого семенного посадочного материала? Упор на отечественного производителя сейчас необходимо делать во всех отраслях агропромышленного комплекса. Введенные санкции против поставок в Россию ряда импортных товаров дают шанс местным сельхозпроизводителям. Аграриям необходимо наращивать собственные мощности и выходить на новые объемы. Тем более, как заметил Ткачев, для этого есть резервы. Но чтобы их реализовать, аграриям нужно понять. Необходимо развивать новые технологии выращивания овощей и фруктов. Простой пример. Урожайность яблок, выращенных по старым методикам, в два раза ниже, чем по современным. 250 центнеров с гектара против 500. Сейчас кубанским производителям нужно делать ставку на развитие овощей и фруктов, подчеркнул губернатор. Страну нужно удивлять тем, что может вырасти только на Кубане. Тем более, для этого есть все климатические условия. Нам, конечно, слегка хватает своего зерна, растительного масла, сахара, фруктов, овощей. Но чтобы в масштабах России, а это главная цель для нас, продавать за пределами края и заполнить все освободившиеся ниши сегодня. Конечно, это задача номер один. Это стратегическая задача. Нам есть куда стремиться. И, прежде всего, это касается производства овощей, производства фруктов. Кубань, надо сказать, за несколько лет сделала в этой части колоссальный рывок. Мы по объемам производства тепличных овощей, по развитию садоводства занимаем, естественно, первое место в стране. Кто, если не Кубань, сейчас должна удвоить производство всего? Если мы это не сделаем, сделают другие, наши соседи. Слушай, там тоже такие предприимчивые люди. Просто у нас это всегда будет выгоднее. Просто при наших климатических условиях это будет дешевле. Как, собственно, по производству зерна. Мы всегда были впереди. Сегодня 60 центров, там 45. В лучших территориях. Центральные полосы России, Ростова и так далее. Всегда экономика здесь будет интереснее. Конечно, и тепличные хозяйства, садоводство только здесь будет расти. Развитие растеневодства потянет за собой животноводческую отрасль. И будущее за теми предприятиями, которые смогут объединить те два направления. В пример Александру Ткачеву приводят фермера Василия Ляшенко. Его крестьянское хозяйство работает по принципу полного цикла. На полях засевают пшеницу, часть идет на продажу, остальное на корм коровам. Молоко поставляют в магазины. И даже навоз идет на удобрение почвы. Какой у вас животноводство? Молочный. Молочный? Да. Сколько? Ну, сегодня 180. Ну, думаем, то есть, в пределах до 400 уже у нас аппетиты такие. И выйти на цифру где-то 2,5-3 тысячи тонн горд молока. А срок земли у вас? 900 гитар. А зачем вам животноводство? Я вижу, это, в общем-то, перспективы неплохие. Молочный животноводство, я не знаю, как сеноводство. А молочный животноводство сейчас новые технологии. Навозо удаление, доение. Надо начинать работать совершенно по-другому. Потому что все наступают, так сказать, на пятки. Надо спешить или мы опоздаем. Если не перестроимся в свое время и так далее. Александр Ткачев уверен, при краевой и федеральной поддержках кубанские аграрии внесут серьезный вклад в продовольственную безопасность страны. Введение санкций – это шанс, который сельхозпроизводители ждали десятки лет, чтобы отечественные продукты заняли свое место на прилавках. И упускать такую возможность нельзя. Александр Иванченко, Ирина Касабова, Денис Перец, Антон Калиниченко, 9 канал, Каневской район.